Так, я рад вас всех видеть. У нас сегодня будет очень такая информативная лекция, плотная. Так что, надеюсь, что вам понравится. Будем изучать, как найти себя в жизни, в деятельности. Первое, что хочу сказать, это то, что часто люди, они ищут работу, на которой они бы испытывали счастье. И вот здесь вот вся засада. Вот здесь все трудности, потому что счастье, оно не всегда означает успех. И счастье бывает разным, бывает эгоистическим, счастье бывает бескорыстным. Но в целом, большинство людей не знают, чем заниматься в жизни по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что самообразование, которое мы получаем с детства, оно не раскрывает человека. Ну, то есть, это образование, оно дает навыки, дающие человеку возможность иметь кругозор хороший, допустим, знать языки, что-то рассчитывать там. Ну, то есть, оно, это образование дает человеку информативный такой поток, информирует его о том, как зарабатывать ему деньги, то есть, ну, а подготовит его к какой-то деятельности. Но предназначение человека, вот эта зона предназначения человека, она больше связана не с квалификацией человека в деятельности, а с раскрытием его, как личности. Потому что понимание, чем тебе заниматься, не приходит от того, что ты изучаешь химию, биологию, математику, там, английский. От этого, ну, человек не открывает свое сердце, он не может понять, изучая все это, чем ему заниматься. Потому что возможность понять, чем заниматься, приходит от развития личности. То есть, если человек не развивает себя как личность, ему непонятно, что ему делать. И личность, она не развивается так же на работе часто. Человек работает, он тоже, ну, так и не понимает, что ему делать. Потому что, если, допустим, правильно настроиться во время работы, то тогда это понимание приходит. Мы как раз об этом будем сейчас говорить. Есть еще одна проблема, она заключается в том, что есть еще разные понимания, как действовать в деятельности мужчине и женщине. То есть, тоже в этом есть отличия серьезные. И часто это тоже приводит к поражению в жизни, к тому, что люди страдают. Итак, ну, допустим, возьмем такой пример. Человек не развился как личность. Естественно, он хочет просто иметь хорошую зарплату. В этом заключается его желание. Есть еще и другая причина, потому что человеку действительно нужны деньги, чтобы жить. А молодые люди, допустим, они женились, или только из института, только из школы, у человека нет ни квартиры, ничего для нормальной жизни. Естественно, его, как бы, вопрос, его финансовых возможностей очень сильно волнует. То есть, он нуждается в деньгах. И поэтому именно зарплата встает на первое место у людей. Некоторые люди очень сильно, даже не столько зарплаты, мотивированы именно счастьем от труда. Само понятие зарплата и предназначение человека это абсолютно противоположные вещи. Человек, который нашел себе зарплату хорошую, это практически на 100% не его предназначение. Я потом вам объясню, почему, чуть-чуть попозже. То же самое, если человек хочет испытывать счастье от деятельности, практически 100%, что он попадает в капкан не своего предназначения. Ну, то есть, другими словами, вот эти два капкана судьбы, когда я хочу наслаждаться работой, чтобы мне там комфортно, хорошо было. И плюс второй вариант – деньги. Эти два варианта тоже, кстати, практически несовмещимы. Стимы. Там, где деньги, там некомфортно всегда, а там, где комфортно, там нет денег. Вот, поэтому здесь есть определенные подводные камни. Мы сейчас будем их изучать. Первое, что нужно понять, что есть разные платформы, на которых человек действует. Есть умственная платформа. Это значит, что я руководствуюсь деньгами, своими желаниями, желаниями, какими-то интересами или своей образованностью. Допустим, я хорошо разбираюсь в математике, допустим. И если я работаю математиком при этом, то это тоже умственная платформа. Это не платформа. Есть платформа умственная, есть платформа разума. Когда человек с платформы умственной работает, он может зарабатывать много денег, у него может все получаться, но счастье он не будет испытывать. Он будет… Это называется «способности человека». Ну, то есть умственная платформа, там есть, в ней находятся способности человека. А разум — это не способности. Разум — это миссия человека, это его цель в жизни, это его, как бы, самопожертвование. Это та зона, в которой человек служит обществу, людям, не себе. Ну, то есть он в этой зоне, он отвлекается от себя. Ну, приведу пример, допустим. Вот, допустим, ребенок играется в… играет, допустим, в шахматы, хочет выиграть, допустим. Или возит машину и хочет построить бабушке дом. Где его предназначение больше? Играть в шахматы или возить машину? Ну, так, просто на вскидку. Машину, потому что в шахматы он хочет себе чего-то, он хочет выиграть, хочет славы, побед. А когда он возит машину, он хочет что-то сделать другому человеку. То есть зона, где я хочу, где я бескорыстный, я способен что-то бескорыстно делать, эта зона, она связана с разумом. Это и есть то, что ближе к предназначению. Допустим, приведу пример. Я когда, допустим, если взять, допустим, жертвовать пищу, допустим, кормить людей, мне не нравится, я люблю сам есть. А если жертвовать, допустим, лечение, то я с удовольствием. Ну, то есть мне легко, допустим, вылечить человека, но накормить не очень. Ну, то есть это разные зоны, понимаете? Это зоны разума. Что связано, допустим, с приготовлением пищи, мне не нравится. Мне нравится, когда меня кормят. А что связано, допустим, с лечением, мне нравится самому отдавать. Вот это как раз желание где-то отдавать что-то, это и есть деятельность разума. И она с самого начала, с самого рождения у человека не меняется всю жизнь. У него там есть вот эта зона свободная от эгоизма, какая-то одна зона у человека. И именно в этой зоне он может быть счастлив, служа не себе, а служа людям. В целом существуют четыре стадии развития человека в плане предназначения. Первая стадия называется хобби. Ну, то есть хобби, это означает, вот я, допустим, картины рисую, мне нравится, отлично, я люблю рисовать картины. Это разума, деятельность разума. Нет, это деятельность ума, нравится эта деятельность ума. Это зона внутри эгоизма. Ум, психика человека вся, ум человека, это зона, где мы живем, то есть мы живем в уме. Это по-другому называется еще тонкое или психическое тело человек, ум. Он весь заполнен эгоизмом. От эгоизма свободна только другая зона, называется разум. Разум — это та зона, где находится знание человека и воля, решимость, самоконтроль, способность побеждать судьбу, энтузиазм и так далее. Храбрость, самопожертвование. Все это разум, называется разум. Предназначение человека находится в разуме. Но если я хочу что-то делать, что мне нравилось, это называется хобби. То есть я рисую картину, мне нравится рисовать картины, допустим. Я нарисовал, мне супер нравится. Вот эта картина мне очень нравится. Я выношу ее на рынок, продавать, никто не покупает. Я не могу понять, почему никто не покупает такая красивая картина. Оказывается, чтобы покупали, надо, чтобы не тебе нравилось, а кому-то другому нравилось. В этом заключается колоссальное различие. Приведу пример, допустим. человек решил лечить людей. Ему помог зверобой, допустим, да? Он выпил зверобой, у него раз, кишечник вылечился от инфекции. И он думает, о, все, всех буду лечить зверобоем, потому что всем будет помогать. Раз я уже точно знаю, мне помогло. Или мне подходит. Вот это зона ума, это не зона разума. Ну, то есть, такие врачи всех лечат тем, что им помогает самим. Я тоже учил своих учеников, когда учу, подбирать камни индивидуально. Надо тестировать на человеке камень. Подходит, не подходит. И когда они уже начинают чувствовать, что подходит, говорят, вот этот камень, Олег Геннадьевич, точно подходит вот этому человеку. Я точно знаю, что он не этому человеку этот камень подходит, а ему самому. Это 100%. Вот первое, к чему человек достигает, он в других чувствует себя. Ну, то есть, человек нарисовал картину, думает, сейчас всем понравится, никому не нравится, кроме него. Ну, то есть, он занимается деятельностью ради себя, по факту. Он хочет делать то, что ему только надо, а больше никому не надо вообще. Понимаете, это называется хобби. Причем интересно знать, что хобби у человека никогда не меняется, зона хобби. Зона хобби никогда не станет зоной предназначения. Допустим, ко мне подходит девушка, говорит, Олег Геннадьевич, я очень люблю выступать на сцене, в театре. Я работаю бухгалтером. Наверное, я еще не развилась до того, чтобы на сцене зарабатывать деньги. Я отлично выступаю, денег на сцене нет. Бухгалтером нормально, я зарабатываю деньги, все классно, но мне не нравится эта деятельность. Ответ такой, это хобби, твой театр, это хобби. Это не та деятельность, где находится твое предназначение. Тебе не нравится зарабатывать деньги бухгалтером, потому что ты еще не научилась делать это для других. Потому что деньги на тебе, у тебя на первом месте стоят в этой деятельности. Когда деньги на первом месте, ты не можешь быть счастливым, потому что ты мотивирован не служением, которое дает счастье, ты что-то делаешь для других. Вот если я сейчас, допустим, буду читать лекции, я буду мотивирован, допустим, тем, чтобы вы потом меня очень уважали. Я тогда так... Здравствуйте. Я рад вас всех видеть. и так далее. То есть мотивация, она сразу человека как бы настраивает на определенную волну эту волну видно сразу невооруженным взглядом. И все виды мотивации, которые идут из сердца, они ничего общего с предназначением человека не имеют. А даже если человек мотивированный делает свое дело, то эта мотивация его, она рано или поздно заглохнет. Понимаете? То есть, но если даже человек занимает своим делом, но сильно мотивирован чем-то не тем, кроме как служения людям, он не сможет почувствовать там свое предназначение. Человек может почувствовать свое предназначение только в одном случае, если он конкретно хочет видеть счастье в глазах людей в результате своей деятельности. Все. Нет других вариантов почувствовать счастье в деятельности. Мотивация, зарплата, слава, почетом, положением в обществе никогда не сделать человека счастливым. Невозможно. Ну, то есть, другими словами, есть разные стадии развития личности, и большинство людей хотят испытывать счастье на работе. Но есть только два варианта иметь счастье на работе. Один вариант хобби, когда зарплаты не будет вообще никакой. Ты делаешь то, что никому не надо. Просто никому не надо. И второй вариант испытывать счастье, это когда ты делаешь то, что-то для других людей, а не для себя. Все. Есть промежуточные еще варианты, есть всего четыре как бы варианта. Первый вариант хобби, второй вариант жить по способностям, действовать по способностям. Это когда человек что-то делает, у него хорошо получается, он зарабатывает нормальные деньги, но ему это не нравится. Потому что способности человека находятся в уме, а деятельность в уме, она не приносит счастья. От нее устает человек. Потому что там нет силы воли, там нет решимости, там нет целеустремленности, там нет миссии. Ну, получается у меня это делать, я это делал, у меня получается. Но счастья нет, деньги есть, счастья нет. А почему я не могу по своей природе заниматься? Потому что ты не развился до этого. Во-первых, ты не чувствуешь свою природу, во-вторых, у тебя нет достаточного бескорыстия, чтобы делать это так, чтобы всем нравилось, и у тебя еще хватало денег на жизнь при этом. Ну, то есть, первое хобби, второе способности человека, это в уме находятся два варианта, третье предназначение человека, в разуме, развитые люди уже так действуют и живут. И четвертое, это наставник, ну, то есть, есть деятельность выше предназначения. Допустим, человек, он всю жизнь собирал мебель, то есть, он собирал мебель, это его предназначение, допустим, да, он развился как личность, стал очень мудрым, и дальше, чем он занимается, он начинает обучать всех, как собирать мебель, его считают учителем, он сам мебель не собирает, он обучает других людей. Вот это вот наставничество, это четвертое, самый высший уровень развития личности. Кем бы человек ни был, он может стать наставником в своей деятельности, или даже он может мудрецом, может стать, он вообще разовьется духовно и будет давать наставление людям, как старший в жизни. Но это очень редкий случай, в основном люди не развиваются до такой степени, чтобы стать старейшином, мудрецом, еще кем-то. В основном люди доходят до деятельности, в которой у них есть, допустим, способности, до развития своих способностей, даже в основном люди до предназначения своего не доходят, не доходят, для того, чтобы испытать вот настоящее, глубочайшее счастье от своей деятельности. итак, давайте изучим, какие бывают виды разума, как вот начнем вот с этого третьего, что такое предназначение человека, какие виды разума бывают и как раскрывается разум человека в деятельности. Интересно? Психики человека существуют три центра разума. Один находится в области лба, один в области сердца, один в области паха. Эти три центра разума своей энергии соединяются сюда, в сердце, в области сердца находится душа. Я душа, я вечный. Душа состоит из трех энергий. То, в чем она нуждается и что в ней как бы живет в душе. Первое, что живет в душе, это счастье. Я хочу счастья. Человек не может жить без счастья. Счастье или любовь. Желание счастья, любви это основа жизни человека. Вторая энергия, разум связанный с желанием счастья находится в области сердца. Любовь в сердце человек чувствует, счастье в сердце. Вот здесь действует разум. Центр разума связанный с счастьем или с любовью здесь находится. И на душе не случайно светло. Да. Сердце тебе не хочется покоя. Сердце как хорошо на свете жить. Да. Сердце как хорошо что ты такое. Спасибо сердце что ты умеешь так любить. То есть вот здесь находится любовь. Вот здесь находится зона разум связанной со знанием. Человек не может жить без знания. Что сказать ну что сказать устроены так люди желают знать желают знать желают знать что будет. и третий центр разума связан с вечностью желанием стабильности вечности жить желанием жить находится в области паха центр разума. Дело в том что все эти центры разума они могут быть раскрыты раскрыты наполовину или совсем закрыты. ну то есть другими словами человек живет вечно у нас много жизней мы живем и у нас мы нарабатываем свои какие-то способности свои цели какие-то в жизни и если человек допустим был допустим врачом прошлой жизни то ему в этой жизни тоже захочется когда-нибудь лечить людей раскрывается память вот эта вот природа человека раскрывается то есть он помогал людям допустим или он допустим был художником допустим нарисовал то что людям нравилось не для себя и в этой жизни тоже у него появится когда-нибудь к этому интерес если он разовьется как личность если его желание денег не забьет эту идею давайте я вам расскажу какие бывают предназначения человека предназначение человека находится в разуме мы уже с вами поняли разум это структура сотканная из знания в разуме находится знание как правильно жить там находится цель жизни в разуме там находится сила воли человека характер то есть сила воли способность сосредотачиваться там находится решимость человека способность побеждать себя, бескорыстие. Всё это находится в разуме. Итак, первый тип — четыре всего типа людей. И там в каждом типе есть развернутые разные варианты предназначений. В каждом типе много предназначений, но в целом четыре типа. Первый тип — это люди, у которых центр знания, фонарик вот этот горит на полную катушку. Вот отсюда знание — основа его жизни. И он считает, что знание спасёт людей. Людям не хватает только знания, такой человек считает. И поэтому он всю жизнь пытается постичь знание сам. Он постигает его и даёт другим, постигает, даёт другим. И вот цель жизни — знание такого человека. То есть на первом месте стоит знание его жизни. Наполовину раскрытый светофорчик в сердце. И самосохранение таких людей не интересует. Они обычно отшибленные. То есть у них как бы деньгами не интересуются. Работают до потери пульса. То есть их надо из больницы вытаскивать там, если это врач, допустим. Ну то есть такие люди вообще собой не интересуются. Они такие как бы. Вот. То есть знание спасёт людей. То есть я люблю людей. Почему? Потому что хочу давать им знания. То есть этот светофорчик наполовину раскрыт. Желание подарить что-то людям. Вот здесь находится. Любить людей с помощью знания. То есть я хочу давать людям знания. Это первая категория людей. Они какой разворот предназначений может быть? Какие предназначения? Ну допустим, человек учёный, тренер, преподаватель, педагог, священник, юрист. В любой специальности человек, который понимает, как происходят процессы разные. Ну допустим, есть, допустим, даже в деятельности есть люди, которые разрабатывают концепцию бизнеса. Есть люди, которые разрабатывают сайт. Есть люди, которые что-то пытаются разобраться во всём и показать, как это работает. Рационализаторы всякие там. Люди, которые глубоко понимают процессы и всем или просто их внедряют эти процессы, или других обучают, как это надо делать правильно. Это первая категория людей. Какие виды характера, какие черты характера эти люди имеют? Самая главная черта характера — принципиальность. Они стремятся к честности. Они принципиальны по природе, эти люди. Они не любят... У них воля направлена на достижение истины. Они хотят во всём разобраться. Они стараются никого не диспотировать, не угнетать. То есть они правду матку как бы на демонстрации обычно не выходят. И в детском возрасте бурными такими спортивными играми не занимаются. Из персонажей мультиков, допустим, «Незнайка на луне» — это «Знайка» в очках такой, деловой. Говорят, это правильно, это неправильно, так вот надо, так нельзя. Вот у него такая мальвина в «Буратино», допустим, тоже. Как бы всех воспитывает, обучает, там ходит, что вот это так, вот это сяк. Это вот первая категория людей. То есть ребёнок такой категории обычно в детстве не склонен к бурным играм. Он всегда спрашивает всех, хочет узнать, как правильно. Вот, а это правильно, а это правильно, а это вот так. Почемучка. То есть он много вопросов задаёт, а это почему, а это он во всём пытается разобраться. Иногда прямо видишь ярко выраженные проявления вот этой первой категории. Я разок на самолёт сел. Маленький мальчик, пять лет, сел с мамой вместе на сиденье рядом со мной. Он посмотрел в окно, говорит, «Мама, почему у прошлого самолёта винт был снаружи, а у этого запрятан внутрь? В чём техническое различие?» Пять лет ребёнка вообще представляет. Она им начала рассказывать, это турбинный самолёт, там был лопастной. Это зависит от движения воздушных потоков. Там воздушные потоки идут внутрь, как бы, турбины, и за счёт этого идёт движение. А как бы у того самолёта просто воздушные потоки стелятся вдоль самого самолёта. Поэтому даже форма самолётов отличается. Я много узнал, кстати. Сидел рядом. Маленький мальчик сидел такой, слушал. Начал потом задавать уточняющие вопросы. И так далее. Ну всё, разобрался в этом, потом успокоился. Говорит, хорошо, я понял. Пять лет уже. Это классический пример, что разум уже включен в таком детском возрасте, направленный на его развитие личности. Почему он включен, я сейчас объясню. Потому что есть разные системы воспитания. Есть система воспитания, направленная на развитие ума. Ну и люди такие зашоренные получаются, очень информированные обо всём, но не знающие, что им делать и как жить. Или на развитие разума. Приведу пример. Ну, допустим, ваш ребёнок пришёл из школы, вы спрашиваете, какие оценки. Открываете дневник, смотрите по такому-то предмету, по математике плохая оценка. Там, допустим, по биологии плохая оценка. Вы говорите, всё, садитесь, учи биологию, математику. А, допустим, по литературе хорошая оценка. Он говорит, ну, литературу не надо учить, потому что у тебя хорошая оценка. Лечи биологию, математику. Всё. Это означает, что вы не развиваете его разум. То есть вы делаете из него человека, который будет хорошо эрудированным, но ни за что не поймёт, чем в жизни заниматься. Потому что там, где хорошие оценки, там и находится предназначение человека. Там находится его разум, и поэтому этот ребёнок должен больше в часть времени заниматься тем предметом, который у него получается, а всё остальное надо делать понемножку и получать там плохие отметки, продолжать. И при этом как бы развиваться в ту сторону, где у тебя получается. И тогда это развитие идёт по типу горы. То есть есть вершина, это твоё предназначение, это твой цветок. Допустим, ты розовый цветок, жёлтым никогда не станешь. Сколько бы ты ни учил математику и биологию, ты никогда не сможешь там стать хорошим специалистом. Это всё у тебя будет забываться. Ты не мотивирован этим всем. У тебя нет там совершенно понимания, зачем тебе это надо в жизни. И в результате, когда подтягивается биология и математика, человек из стрелы превращается в такую тупую плоскость. Он много чего знает, но у него главного в жизни нет. Он срезает эту вершину. В результате, как бы, это почему опять же такое развитие получается, потому что мотивации родителей тоже разные. Одни родители хотят понять, что ребёнок хочет, что ему надо в жизни, что он хочет. А другие пытаются делать так, как они хотят. Они хотят, чтобы все хвалили ребёнка, естественно, чтобы он был отличником, ну, даже в глаза педагогам как бы стыдно смотреть. Понимаете? А другие говорят, да мне всё равно стыдно мне смотреть или нет. Я хочу, чтобы мой ребёнок раскрылся в том, в чём он должен раскрыться. Всё. И идёт конфликт даже с преподавателями и таких родителей. Понимаете? Ну, то есть, и больше того, если уж говорить о развитии предназначения, надо знать, что там, где человек раскрывается, он должен ещё туда, там бескорыстным стать. Родители должны его вдохновлять на то, чтобы он в этом себя отдавал людям, а он как раз и склонен в этом себя отдавать людям. Ну, допустим, ему нравится литература, допустим. Ему говорят, а почему ты не пишешь стихи, а напиши стихи, прославляющие преподавателя, допустим, и так далее. И понеслась. А это как раз и то, что он уже делал много жизней до этого. И он начинает действовать согласно своей природе уже с детства, такой ребёнок. А когда его заставляют другие предметы учить, и не направляют, и чисто для отметки, то есть, ты не парься, какие стихи, зачем тебе стихи писать? Пятёрку получил? Всё, гуляй. Иди гуляй. Всё. Пятёрку получил? Гуляй. То есть, мотивация какая идёт, корыстная. То есть, даже пусть по литературе. То есть, его надо, наоборот, от пятёрок убирать в сторону, а направлять на то, что раскроет его творческий потенциал, чтобы он что-то для людей делал в этой области. Я страшно сопротивлялся в институте. По своей природе такой человек очень упрямый. В основном делают то, что я сам понимаю. И в институте я не учил, не ходил на лекции. Я шёл в больницу лечить людей, студентов даже будучи. Пытался им помогать, чем мог. Вот что понимал, то и делал для людей. Подходил, спрашивал, что, какие проблемы, и пытался что-то делать для человека, лечить его конкретно. Понимаете, я чувствовал, что углубление в предметы мне просто потеряет времени. Я до сих пор это чувствую. Я, например, мне не нужна фармакология, я никогда не буду назначать таблетки человеку. Я и не хотел это изучать. Я с трудом сдал эту фармакологию, на троечку вытянул. Понимаете, то есть идея в чём заключается? В том, что если у некоторых людей есть уже с детства очень чёткая нацеленность, они понимают, что им надо, их не свернёшь. Допустим, одна женщина ко мне говорит, а у меня, говорит, ребёнок Олег Геннадьевич, ну, вообще, как бы, дебил. Ну, такой, как бы, вообще, какой-то ненормальный. Я говорю, почему так считаете? Она говорит, да, он в школу не ходит. А чем он вообще занимается у вас? Ну, сборной Москвы по хоккею. Говорю, а сколько ему лет? Оказывается, в юношескую сборную человек попал, ребёнок. Ну, он просто игнорирует, как бы, маму, идёт своей дорогой. Всё. Это не дебил, это гений. Ну, если взять всех гениев, они очень плохо учились в школе, А потом они разворачивали, когда гора растёт, гора растёт, когда кверху склоны какие становятся? Более широкие. Всё, что для горы надо, всё подтягивается дальше. Всё будет изучаться, всё, что для горы надо. Если ему надо, допустим, поступить в такой-то институт, с этим связан, а какие-то предметы, он точно их выучит, сто процентов. Это уже мотивация воли человека идёт. Понимаете, если он понял, что ему в жизни надо, у него миссия, цель есть, она рождает у человека волю, силу воли. Если он понял, что ему надо, сила воли заставляет его дальше, всё это учить. Но если ему втуляют, как бы родители, её это учить, к силу воли здесь никакой нет. Есть просто насилие. Здесь в Омске был один случай такой. Наша женщина пошла с цветами ко мне. Я говорю, стойте, и побежал к ней. Она от меня. Я говорю, вы же хотели мне цветы подарить. Она говорит, ну я же хотела сама подарить, а вы у меня их выхватываете. Я просто этим хотел показать, что вот этот процесс, что если мы насильно что-то, ну как бы, человеку делаем, то получается противоположный результат. Он не вдохновляется уже сам это делать. Если мы насильно человеком совершаем, мы вдохновение разрушаем таким образом. Итак, в первой категории вот эти дети, они склонны постигать истину. Они пытаются понять, как правильно. Вот, допустим, дети в футбол играют, он смотрит, как играют, и говорит, ну это неправильно. Надо вот так вот поставить, как бы, команду, вот так вот всё сделать. Мы неправильно играем в футбол. Вот. Вот эта категория детей, и она что бы ни делали. Допустим, вот это первая категория. Вторая категория людей. Средний светофорчик сильнее всего работает. Средний. Верхний наполовину, нижний спит. Ну, то есть, средний означает люди, общество. Общество. Этот человек с этой категорией, он очень сильно хочет влиять на общество. И знание ему тоже для этого нужно. То есть, его цель, ну, внутренняя, глубокая цель, такая, тайная цель, скрытая от него, это сделать правильную структуру социальную, сделать так, чтобы социум правильно жил. Вот такая категория. Они хотят, чтобы все было правильно, именно как, чтобы, ну, как бы, чтобы никто никого не обижал, чтобы все работало как хорошо, правильно. Но здесь, понимаете, на первую, на вторую, на третью, на четвертую, четыре категории всегда может накладываться эгоизм. Допустим, на первую категорию эгоизм накладывается, человек хочет стать ученым. Он не хочет постичь истину, он хочет стать великим ученым. Его цель эгоистична по природе. Это значит, что он не сможет быть счастливым. Ну, то есть, он просто делает себе карьеру, или он хочет открытие какое-то сделать, чтобы было много денег. В этом случае он не достигнет счастья. То есть, он может достигнуть того, что он хочет, но чтобы он в сердце счастливым был в деятельности, это уже невозможно. Потому что его предназначение в этом случае закрывается эгоизмом. Эгоизм это такая, как, знаете, ну, как пробка в, допустим, в трубе. Ее ставишь, вода уже не течет. Ну, то есть, она просачивается как-то, но вот, чтобы хороший поток был, невозможно. то есть, эгоизм, когда мотивация не та, не бескорыстная, не любовь к людям, то движение энергии между людьми не идет. Когда та мотивация, все счастливы становятся. Ты сделаешь хорошее что-то человеку, человек благодарен, эта благодарность тебя вдохновляет еще что-то сделать, идет энергия, движется. Но если у тебя мотивация из него что-то вытащить, из этого человека взять, он сопротивляется, энергия начинает тормозить. Ну то есть, другими словами, если человек мотивирован неправильно, то его даже, он может в направлении своего предназначения действовать, но при этом развиваться будет плохо и результат будет не такой счастливый для него. Он не будет как бы сильно себя раскручивать в этой деятельности, он скорее будет притормаживать. Хотя мотивация любая заставляет человека развиваться, без всякого сомнения. И так, по второй природе люди, они рождаются совсем другими. Эти дети, вот если, допустим, первой природы, вот выражение лица ребёнка, первой природы, ребёнок такой. Всё изучает, смотрит. Обычно не вовлекается процесс, в стороне стоит, всё смотрит, что происходит. Ему интересно. Второй категории дети. Очень крутые с детства, ну, очень крутые такие. Взгляд начальника такой. С ним надо договариваться. Если первому категорию надо объяснить, он говорит, вот это вот так, вот так, вот так, поэтому вот так. Он говорит, ладно, я понял, всё. И делает так, как ему сказали. Второй категории никаких приказов, никаких, никакого насилия, только уважительное обращение. Дядя Фёдор. Помните мультфильм «Дядя Фёдор»? То есть уже с детства это вторая категория, дядя Фёдор, начальник, главный, как бы, поэтому с ним надо обращаться очень аккуратно, уважительно, ему объяснять, что вот это так, к совести призывать хорошо. Говорит, ну, дядя Фёдор, где же твоя совесть? Вот, и он тогда, да, согласен. Ему надо согласиться. Надо согласиться, что это так, тогда он сам будет делать, как надо. Взгляд очень сильный, волевой, непреклонный, глаза не отводят эти, вот эти две категории детей, глаза, взгляд не отводят. Первая категория, они смотрят, изучают, взгляд не отводят. Вторая, они побеждают взглядом. Ты смотришь на это, он тебя хочет пересмотреть, он побеждает с самого детства. Вот. Ну, то есть дети второй категории, они в играх во всех всегда занимают всегда верх, пытаются занять верх. Если два ребёнка, этой категории в одной игре, то начинается война между ними. Кто побеждает, тот и главный. А второй или подчиняется и становится его адъютантом, тоже всем, как бы, над всеми командует, но уже вдвоём. Или создаёт другую тусовку и сражается с этим. то есть они всегда, как бы, вот эти второй категории люди, они всегда управляющие, люди, которые управляют обществом, у них очень сильные амбиции. Амбиция означает чувство собственного достоинства или амбиции. Это то, что дано человеку с прошлых жизней. Если человек сильно амбиции чувствует, он как бы хочет добиться чего-то в жизни, это значит, что он в прошлом уже этого добивался. Если человек не просто не удовлетворён тем, что все, как все живут, а хочет как-то по-другому, значит, он в прошлом уже это имел. Ну, то есть, у него уже есть как бы почему. Эта память, она живёт. И амбиции, они не зря возникают у человека в жизни. Хоть амбиции это эгоизм, но тем не менее они сотканы из благочестия человека, из его добрых дел в прошлом амбиции человека соткан из-за этого. Допустим, подобный он никогда не проигрывал, знаете? Один раз он в жизни просто и так сделали, его как бы обманули и засудили ему поражение в борьбе. В результате он на время потерял рассудок, он перестал воспринимать окружающий мир, то есть это исторический факт. Причина он просто не мог проигрывать. Он не мог быть побеждённым, просто не мог. Такова его как бы внутренняя сила, таковы его амбиции. Он всегда только побеждал, никогда не проигрывал этот человек. он до 50 лет занимался борьбой и даже с молодыми никогда никто не мог его победить. Нигде. Невозможно было. Почему? Потому что такова его природа. Природа его амбиции, то есть у него огромная сила внутренней, чувство собственно достоинства такой силы, что никто не может его победить. Ярко выраженная вот эта категория вторая. Суворов точно так же никогда не проигрывал. Наполеон никогда не проигрывал. Знаете об этом? Даже когда он отступал, ни одно сражение он не проиграл Наполеон. Все сражения выигрывал. Даже когда он отступал. Никто не мог его победить. Александр Македонский то же самое. Ну то есть как бы вот эти люди второй категории, их естественные качества, характера. Храбрость бесстрашие. Ничего не бояться. Кирпич взял бросил ребенок. Представляете ничего не бояться вообще. В него кирпич лечит, он нормально. Допустим ему ударил кирпич тоже нормально. Они не боятся боли. Дети этой категории. Все равно больно или нет они не боятся боли. Не боятся боли, не боятся храбрость. И у девочек кстати у мальчиков эта категория храбрость. Потом девочки когда взрослеет половый гормон начинают храбрость задавливать. А до 12 лет этой категории второй девочки мальчики бесстрашные. Это их естественное свойство быть бесстрашными вот этой второй категории дети. Только они кстати, все остальные боятся. А вот этой категории бесстрашность это признак вот этой второй категории. дальше гневливость или сильное чувство справедливости. Именно не как правильно как в первой категории, а как я хочу. Надо чтобы так вот было все. Не важно правильно или нет вот так вот делайте как я хочу. Правильно это уже другой вопрос или неправильно. ему конечно тоже он хочет понять как правильно. То есть эти люди вот этой вот категории они также очень сильно склонны изучать как социум устроен. Они очень изучают социальные связи законы. Они очень сильно склонны к социальному поведению. Они природно чувствуют как вести себя достойно. Они всегда соблюдают этикет беседы. Стараются вести себя культурно. очень сильно нацелены на то чтобы быть как бы в элите общества и вести себя правильно. Такие люди изучают юриспуденцию обычно по природе изучают как все работает какие законы какие правила. Вот если они хотят власти а у них природное желание власти это желание власти сильнее чем желание служить людям они становятся несчастными но достигают высокого положения то есть они могут быть начальством правительством но при этом счастья не будет нигде потому что счастье такие люди достигают если они становятся отцом для всех заботятся о людях помогают им в жизни следят и при этом это это не отменяет то что они могут защищать всех могут как бы сражаться то есть не отменяет их силу власть они наказывать могут людей правильно то есть достойно наказывать не насилие совершая над ними а достойно они себя старшими считают самого рождения вот эти две категории людей себя старшими считают самого рождения такая их природа такие амбиции я не помню мама мне рассказывала что в детстве когда мне было 3,5 года мы ждали автобуса там была остановка такой городок уральский небольшой я там жил Серов город такой северный небольшой городок там редко ходили автобусы мы стояли на остановке и там еще стояла телега какая-то люди много людей ждало автобус мама меня поставила на телегу я начал рассказывать стихи ну такой деловой рассказываю стихи целый час рассказывал стихи все меня окружили слушай я рассказывал природа так и начала действовать уже в 3 года вот ну то есть это природу никуда не денешь вот она какая есть у человека такая есть но она мы можем не раскрыть ее в результате неправильного образования и если человек сам не развивается как личность тогда он не раскроет природу потому что природа человека в разуме находится это означает работа над собой разум развивается когда человек работает над собой так следующий в категории людей это когда первый центр вот этот верхний заснул средний самый сильный и нижний наполовину сильный это значит что человек хочет тоже ну он как бы его цель социум он хочет социум чтобы был наполненным чтобы социум получил счастье но если первая категория считает что людям нужно знание вторая категория считает что людям нужно нормальная жизнь нормальное управление чтобы все правильно было законы правильные хорошо чтобы все было то третья категория людей считает что людям нужно чтобы они жили в достатке чтобы у них все процветало то есть их идея идея счастья людей это процветание достаток процветания то есть первые это ученые второе руководители третьи бизнесмены третья категория это люди которые с детства они рождаются уже такими у них взгляд как бы как они выглядят такие дети допустим бизнесмены как они выглядят они выглядят такими очень активными жизнерадостными и увлеченными отношениями им нравится знакомиться общаться и так далее то есть они очень гиперактивные в социальном плане то есть такие дети очень как бы они такие они как бы ищут отношения знакомиться быстро, щедрые в отношениях могут что-то для тебя сделать, очень хорошо такое, щедрые в отношениях, но всегда они что-то коллекционируют. Они могут коллекционировать отношения, марки, значки. Всегда все эти три категории людей хотят быть центром внимания. Один всем рассказывает, как правильно, второй всеми командует, третий создают ватагу для того, чтобы что-то провернуть. Все эти дети, которые там постоянно шалят, создают какие-то ситуации во дворе сложные, это третья категория. У них от природы они дипломаты, то есть они могут договариваться со всеми. Они хитрые от природы, они знают точно, что им надо, они знают, как всем объяснить, что и как извлечь из этого свое. То есть они как бы очень активные, общительные, хитрые и при этом щедрые. Они могут также не только брать, но также и отдавать. То есть через них очень сильно идут деньги через этих людей. То есть их природа — это движение денег. То есть движение означает, что я отдаю, все радуются мне и дают мне назад. То есть они благодарны и дают мне назад, а я опять им отдаю. И при этом знаю, сколько мне нужно, чтобы чуть побольше, чтобы дальше двигать этим всем. Какой недостаток жадности? Если они становятся жадными, они теряют себя, теряют бизнес, как бы все рушит. И обман, жадность и обман. Вот эти две вещи разрушают человека этой категории. Четвертая категория. Нижний светофорчик самый активный, средний наполовину, верхний молчит. То есть нижний светофорчик означает, цель жизни — это любить свой труд. Но это называются творческие люди. То есть люди, которые хотят делать любимое дело, что-то, чтобы это всем другим было. Это, допустим, Микеланджело, который там статуи делал красивые для всех. Это Пушкин, который стихи писал, как бы занимался любимым делом, всем нравилось. Это могут быть, допустим, врачи, которые любят лечить людей. То есть любые специальности. Смотрите, врач, допустим, первая категория — это кто? Это преподаватель кафедры. Он учит, как лечить. Вторая категория — управляющий. Кто это? Главврач. Третья категория — это аптекарь, тот, кто продает лекарства, бизнесом занимается, сетевой маркетинг. Вот. И четвертая категория — это все врачи, которые лечат просто людей, занимаются любимым делом, помогают людям. Есть такое суеверие, что первая категория — самая лучшая, вторая на втором месте, третья и четвертая — самая плохая. Это бред. Все эти категории очень хорошие, все они самые лучшие. Кто из них может занимать самое высокое положение в обществе? Самое высокое положение в обществе может занимать любой из них, если он сильно развит. Допустим, врач, если развивается, становится мудрецом, становится наставником для всех, он занимает самое высокое положение в обществе. Понимаете? Ну, допустим, он всю жизнь лечил людей, он там не зарабатывал, он сетевой маркетинг не строил, не командовал никем, ну, как бы книжки не писал по медицине. Просто лечил людей, стал мудрым человеком, начал, стал наставником, все, занял самое высокое положение в обществе. Но если уж говорить о общественном устройстве, то лучше всего, если самое высокое положение в нем займут священники или мудрецы, те, которые дают другим советы, как жить. На втором месте должны быть правители, на третьем — бизнесмены, и на четвертом — все остальные, которые хотят просто с радостью, с любовью трудиться. Если говорить не о их личном развитии, а о том, где они в социальной площадке должны стоять, в социуме, где они должны быть для эффективности работы самого общества. Опять же, допустим, взять правителей. Солдат — это правитель или нет, который всю жизнь просто хочет сражаться за Родину. Правитель? Да. Да. Да, я вам говорю. Я уже говорю, да. Да, то есть это правитель, просто он не так развит. Милиционер простой на дороге. Тоже, это из же категории правителей. Понимаете? Парикмахер, который постоянно всем рассказывает о том, как правильно жить. Это ученые по природе. Но это люди просто неразвитые, понимаете? То есть есть разные силы благочестия у людей. Если благочестия очень много, то человек становится ломоносовым. То есть ученым, который возглавляет науку вообще в этом мире. Понимаете? А если благочестия мало, он как бы может не так много жизни уже этому посвятил, то тогда он просто парикмахер, который учит людей жизни. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть ученый — это не означает, что он будет только ученым. Он может быть кем угодно. Любая специальность, просто все зависит от развития. Допустим, директор завода и солдат простой — это одна и та же категория людей. Они все занимаются устройством общества, участвуют в управлении, защищают родину. Это все одна категория людей. Разница в развитии человека, в развитии. Одни развиты сильнее, другие меньше. Можно ли парикмахеру развиться до Ломоносова за одну жизнь? Невозможно. Невозможно. Это зависит от количества благочестия. Оно сразу сравнивается с озером. Вот в сердце у каждого человека свое озеро. Это озеро благочестия. Если сильное с детства, человек с детства уже лидер. Видно по нему, что это лидер. В древней культуре распознавали очень быстро лидеров. Их выделяли и давали им другое образование. Этих детей сразу видно. Они очень сильно отличаются от всех. Даже внешне. От них исходит сила. Вот если, допустим, сюда сейчас зайдет на лекцию человек, у которого очень много благочестия. Он по природе руководитель. Он зайдет сюда и все пригнутся сразу. Даже те, которые его не видят. Ну то есть у него одна огромная сила власти. То есть он зайдет, посмотрит, что здесь такое происходит. Даже, может быть, он не имеет никакого положения в Омске. Но просто зайдет и все пригнутся. Потому что такова сила исходит от этого человека. Ну просто я вам как бы говорю о том, что эти люди видны. Они с самого детства. Поэтому в древней культуре их отсеивали и как бы особое образование давали. Более серьезное. Чтобы они потом лидерами общества стали. Невозможно человеку просто стать лидером общества, если у него это озеро при рождении маленькое. Он может в какой-то степени его расширить в течение, допустим, жизни. Но чтобы прямо сделать так его таким большим, чтобы взлететь наверх, это нереально. Невозможно просто. У каждого человека есть свои возможности в жизни. У кого-то меньше, у кого-то больше. Все зависит от его прошлых накоплений, которые были в его прошлых жизнях. Третья категория. Люди по природе. Если они развитые, то они склонны очень сильно увлекающейся натурой. Четвертой. Склонны заниматься любимой деятельностью. Они по природе склонны подчиняться. То есть они не сильно амбиции свои какие-то там. Они как бы им дают возможность любимым делом заниматься и все. Они никого не трогают. Их никто не трогает. Они очень сильно увлечены делом своим. Социальные. Они не любят сильно каких-то социальных высот каких-то. Им не нравится. Они скромные по природе люди. Они склонны подчиняться, склонны любимым делом заниматься. И как бы для них эта мотивация, вот эти две мотивации являются самыми главными. Они трудолюбивые люди по природе и так далее. Давайте теперь отойдем от объяснения вот этой вот идеи, предназначения человека и вернемся в самое начало. Человек выучился в школе, он как бы выучился в институте, ему надо чем-то заниматься. Ему нравится какая-то деятельность, он испытывает одни счастья. И он говорит, я только этим хочу заниматься. Вот только этим хочу заниматься. Но при этом он начинает этим заниматься. Денег нет. И он никому не нужен в этой деятельности. Почему никому не нужен? Он начинает это делать. Ему говорят, слушай, ты делай немножко по-другому. Вот нам надо, чтобы ты это делал так. Он говорит, нет, я буду делать только так, потому что мне так нравится. А вот как вы хотите, чтобы я делал, я делать не буду, потому что мне так не нравится. Этот человек не может себе найти работу, у него есть, ему нравится что-то, он очень сильно увлечен чем-то в жизни. Но работать нигде он не может по этой деятельности. Это называется хобби. Запомнили? Этот человек на самом деле не развит для того, чтобы работать вообще. И этот человек не должен заниматься деятельностью, которая ему нравится в данном случае. Потому что он будет просто зря терять время. Он сто процентов ни себе не поможет, ни другим. Потому что есть второй уровень развития личности. Это все зависит от развития личности, от силы разума. Чем сильнее разум, чем бескорыстнее человек. Сила и чистота разума влияют на это, на все. Понимаете? Человек должен стать разумным, развиться как личность. Поэтому какой совет такому человеку? Допустим, паренька мне подходит. Олег Геннадьевич, не могу найти работу. Я говорю, точно не можете найти? Он говорит, ну как бы есть работа разная, но мне все это не нравится. Я хочу делать то, что мне нравится. Ну а ты знаешь, что тебе нравится? Я знаю, что мне нравится. А почему не делаешь это? Никому не надо. Так, как я хочу делать. И какой ему совет я даю? Я говорю, иди работать. Где от тебя видят пользу? Где чувствуют, что ты приносишь пользу? Человек уже к этому времени должен знать, пока он выучился там. Он уже должен знать, где от него. И он говорит, и что? Я говорю, и просто там работай. Сколько? Не меньше трех лет. Зачем? Денег мало, неинтересно. Я ему объясняю. Для того, чтобы ты раскрылся как личность. Для того, чтобы ты научился делать что-то не для себя. И так, что это действительно надо так? Я говорю, да, действительно надо так. И что, по-другому никак? Я говорю, по-другому никак. Он говорит, Олег Геннадьевич, а я вот одну работу меняю, вторую, третью, четвертую. Не могу никак остановиться. Почему? Я говорю, а потому что ты хочешь делать то, что тебе нравится только. Ты не хочешь делать никому ничего. А как мне научиться делать то, что другим нравится, а не мне? Для этого тебе надо найти работу, которая просто... Ну, люди считают, что ты там полезен. И работать там не меньше трех лет. И он такой, опять то же самое. Зачем? Для того, чтобы ты стал человеком. Для того, чтобы ты научился делать то, что от тебя требуется. Для того, чтобы ты оторвался от себя. Для того, чтобы ты стал более-менее человеком, который понимает, что надо делать что-то не для себя в этой жизни, а для других. Вот для этого надо там мучиться не меньше трех лет мужчине. Там, где ты эффективен, а не там, где тебе нравится. А если я буду все-таки искать любимую работу, то ты будешь ее искать всю жизнь. И не найдешь. Чудес не бывает? Нет, не бывает. Итак, хобби — это закрытая зона. Там нет никакого счастья. На самом деле, это просто иллюзия. Это то, что манит человека в жизни. Ему кажется, что это есть то, что надо. Но так как этому никому не надо, поэтому ничего не получится. Чем хобби от предназначения отличается? Когда человек занимается своим предназначением, забывает про себя. Ему, если спросить, тебе это нравится, он скажет, неважно, важно, что людям помогает. Все. Вот это значит, что человек занимается. И он, конечно, в глубине удовлетворен. Как примерно выглядит... А, кстати, у меня шнурак нету, да? Не будет шнурак, чтобы музыку включать? Не продумали? Эх, второй микрофон тогда давать. Завтра надо шнур. У меня же постоянно с компьютера музыка играет. Забыли? Ага. Как выглядит человек, который вот раскрыл себя, нашел свое предназначение? Слышно, нет? Вам слышно? Не, не слышно. Мне даже не слышно. Можете громче сделать? А? Раз, два, три. Мне не пойдет. Как Марк Бернес, я не смогу. Я поэтому сам не пою, что я хочу, чтобы вы послушали, как он поет. Мне нужна музыка, в конце у нас будет настрой, там я желаю всем счастья, тоже музыка. Ребята, не подготовлены лекции, нет, как бы у вас оборудования не хватает для того, чтобы мы сейчас смогли все провести. У вас еще есть время, что-то делайте. Итак, этот человек очень глубоко понимает, что такое жизнь. Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы ты лучше ты стала. То есть он радуется своей работе. Мне немало дано жизнь земли и равнина морская. Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. То есть он, видите, он любит людей, он любит дружбу. Вот. Он говорит в свете каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Он не потому счастлив, что там денег много или власть. Как я счастлив отдавать себя людям. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Ну, то есть, этот человек, он наполнен со всех сторон. Ему нравится земля, природа, ему нравятся люди, ему нравится труд, ему нравится дружба. Понимаете, то есть он постоянно себя отдает, жертвует. Сильная личность, наполнен жизнью. Поэтому он счастливым, чувствует себя счастливым. Такой человек.